Привет! Эээ, Требуар! У Доктора Гнуса вышел новый видосян, называется он Что будет, если делать уборку в доме конструктора-убийцы? Анимация Доктор Гнус. Я уже третий раз записывать начинаю этот ролик, потому что сначала не мог понять, что в названии ошибка или как я... Я такой читаю, такой, я не понимаю, что с основанием не так. Потом такой, а! А! Ха-ха-ха! Понял, все нормально. Оказывается, это со мной что-то не так. Вот, наконец-таки вышел у Доктора Гнуса новый видосян, по-моему, две недели не было ролика. Ну, сейчас в последнее время так и выходят ролики, типа раз в две недели. Вот, поэтому давайте ролик глянем. Думаю, будет что-то интересненькое. Поехали! Классная мышка. Чё-то какая-то мышка большая по сравнению с телевизором. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! С каким телевизором ты чё конч? Ха-ха-ха! С машиной! Господи, что за оговорки? В заказе сказано, что должно быть здание отеля. Угу. Райончик, конечно, так себе для гостей. Вообще так себе, я согласен. Кстати, так же сказали, что в отеле есть гости, поэтому не мешаем им. Действуем как профессионал. А как мы будем убирать, если мы им нету, не можем мешать? Все налы! Делаем только свою работу! Все! Она одета даже как горничная, неплохо. Берите необходимое, вперед! Клиниговая компания, анти... Пёрнул. Антисранцы! Да-да, мы уже на пороге здания! Вы нас встретите? Нет, вы в отпуске? Не понял, в смысле вы в отпуске? А кто следит за этими, за гостями? А мы работаем, да? Ага, понял, разберемся! Сейчас стоим-ка вождем! Нифига себе классный граффити, слушай, мне нравится. Закрыто? Да ладно! Алло, а чё-то у вас дверь закрыта? Где мы убирать-то будем, непонятно, да? А ты не работаешь, что ли? Не знаю, заперто. Может на обед все ушли? Какой обед, ночь? Цоя жив, горшок тоже, ну да. Есть? Отлично! Прикольно, типа, отель и ключ под ковриком. Ключ от всех дверей. Кстати, все стенки! Мы договорились не только внутри сделать уборку, но и снаружи помыть. А может не стоит? Блин, это так красиво как бы, там рисуночки всякие интересненькие. Да и к тому же на это уйдет. Очень много времени! Так что можете начинать убирать эти творчества со стен. В 80-х годах в Нью-Йорке, серьезная головная боль для мэрии города стала граффити, которым были исписаны почти все вагоны метро. Причем не только снаружи, но и внутри. А я немного не понимаю, как они снаружи-то их рисуют. Во время движения? Или когда они на станцию приезжают? Власти долго чесали репу и думали, как... Ой, да это же этот. Это же Солитер. Слушай, это же реально Солитер. А вот это что-то похоже на какого-то покемона. Немножко. Полицейские устраивали на них облавы. И даже вели тюремный срок за граффити. Но ничего из этого не помогало. Они убежали. Какое? А, нифига себе, это что они поставили в каждом этом боксе душ? Для... Какая была такая? Если вандал видит, что поезд его рисунками не катается по городу, то он зря тратит время. Очень сомневаюсь, что они так будут делать. Точнее, что они будут думать, что это зря тратит время. Они просто возьмут и еще раз нарисуют. Нет? Очень сомневаюсь. Удивительно, но это срабатало. Серьезно, что ли? Какая-то странная фигня. Я думал, они рисуют типа из-за того, что им нравится. Скоро уличные художники потеряли интерес к вагону метро. Ааа! Ну и хрен с вами! Нифига себе там запеченной крови! Чё тебе как атмосферника тут? Блин, надо уточнить. А им вообще абсолютно насрать расходником. Блин, это всё ли надо отпывать? Какого хрена? Чё происходит, блин, в этом отеле? Фу, мирная какая-то. Вы начинайте, начинайте. Вон комнат сколько. А у нас всего день. За день вот это всё отмыть? Явно не получится. По комнатам и работайте. Асистентки, давайте тоже это мойте, а то расходники не успеют всё сами сделать. Да, но дизайн у вас, конечно, со вкусом и на любителя, я вам скажу. Это не дизайн, это просто дохлые люди. Уточните, пожалуйста. Мы всё моем до кристальной частоты. Ага. Хорошо. О! А вот и последний. О, да это же пила. Ха-ха-ха! Неплохо. Так, не тупим. Хозяин сказал, моем всё хорошо и тщательно. Каждый не тревожим, мусор выносим. А вот это мусор? Ха-ха-ха-ха! Так он жив, по идее, должен быть. Насколько я помню, по фильму. Чувствую, надо порошка и мыло побольше подвести. Мыло. Самое известное чистящее средство. Ну, да. Вот уже более трех тысяч лет. О! Первое мыло делали путём кипячения животного жира. Добавляя туда древесную залу. Гавничика... Ванничика... Ха-ха-ха-ха-ха! Гавничий явно! Нежно от этого стояло знатое. Поэтому мы начинали добавлять всякие лепестки цветов и прочие ароматизаторы. И чё, типа, легче становилось? Чё-то я в этом очень сильно сомневаюсь. В средневековой Англии его производство и продажи за бугор были настолько выгодны, что правительство вело специальный налог на мыло. Налог на мыло? Пожалуйста, не делайте так сейчас. А чтобы у мыловаров не было соблазна варить левое мыло в свободное от работы время, всю посуду и инструменты... Дфига себе, это он чё, с жопой всё это вылил? Для этого занятия на ночь закрывали и ставили на охрану. А ещё говорят... Это чё, менты каждому мыловару приходили и ставили на охрану его посуду? С маловаром строго запрещалось общаться с иностранцами. Почему? Чтобы, не дай бог, они не разболтали рецепты и секреты мы... А, маловар это, который, типа, завод есть какой-то специальный. Я думал, там и частные какие-то предприятия. Силоприготовление. М-да. Что только не при... А это чё за... Фильм? Тут уже отсылка, скорее всего, какая-нибудь. Жесть. Ты постельный бельёс тут пока не меняй. У-у-у, что случилось? Я чуть не перестрялся, все, ему хана. А-а-а-а-а! И ему всё равно хана. Ха-ха-ха-ха! Чё? Чё, почему ты меня так испугался, бельняга? Что там ещё такое? Беспарча? О, всё-таки это тоже. Какого? Чё чужого имущества никак, да? Чё там было? Не одеваю только на голову. А-а-а! Криворукие. А! Ну и дурилка. Вы что из соточных? Ну а ты чё заказку одел? Слушайте, вам чё, заняться нечем? Видимо нечему, только жизнь хочет свою потратить. Посмотрите, тут насекомых ещё полно оказывается. Топец, ну да, согласен трафика. Вы что-нибудь сели с собой для борьбы с ними? Нет, только ноги и руки. Дехлофас, и подобные средства для борьбы с домашними насекомыми появились только в двадцатом веке. Да, и бесполезные вообще. Но тараканы, клопывшие и прочие вредители портили жизнь людям задолго до этого. В России и других северных странах... Ненавижу даже нарисованных тараканов! ...очень просто. В морозный день вся семья сваливала из дома на пару дней к соседям. Оставляю двери в доме открытыми настишь. Дичь какая-то, вы что издеваетесь что ли? За это время вся живность в доме замерзала насмерть. Оставалось только вернуться и венечком пройтись. Чё-то я сомневаюсь, что это поможет. О! Да! Какая пила? Или игра? Слушайте, вас неразборчиво слышно. Будто запись плохая или вы в мешке каком-то. Нет, это просто чувак из пилы тебя звонит. Вы кому звоните вообще? Тебе. Антисранцы? Да-да-да, это мы. Мы, да. Уберем, по-моему, почистим. Но. Он взял заложники всех твоих этих расходников. Наверное, сестянки. Опять косяк? Вы адресом ошиблись. А, да? Ха-ха-ха! Понял. Это здание какой-то игры. Или пилы. Так я и не понял. У-хахахахахах Окей! А здание нашего клиента да против? Помоги мне, пожалуйста. НЕЕЕТ! Ну зачем оно это сделало? Вредно! Вредно! Бедный этот расходник. Ё-моё! Столько времени потеряли. Это наши, что ли, ведра у них на головах? Очень похожи. Вы это в одном магазине покупали. Всё, бросайте здесь всё как есть и быстро на объект. Алё! Как там, Вась? Игра пила? Конструктор? А? Конструктор? Я не хочу вдаваться в детали вашего предприятия. А я хочу. Какого хрена он там творит? Ну вы будьте добры, за уборочку-то оплатите. Так вы не до конца убрали вроде всё. Не подписывался на такое. Естественно, нет. Мы, между прочим, ваш мусор... Это же как бы вы это перепутали. Издание, ещё нигде не разгружали. Сейчас аппаратом выгрузим, да? Полиции будет особо интереснее в нём покопаться. О-о-о-о-о. Запел сразу. Хорошо он. Да что ты говоришь? Стасирует его. Хорошо, ладно, мы как-нибудь сыграем в вашу игру. Не надо. Уж более игрушки у вас прикольные. Не стрёмные, ты чё? А вы как обещали. С удовольствием. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Хорош. Здесь, кстати, что-то не было этой концовочки. Такой, как в последних нескольких роликах. Которые, мне почему-то казалось, с чем-то были связаны. Это немного странно. Но в любом случае, ролик получился, как обычно, интересный. Как обычно, весёлый и красивый. Спасибо большое, Гнусу, за контентище. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Если я интересуюсь, то есть силы в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.